Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня буду краток. Но что? Время, которое я дал Юре, вышло? Никаких доказательств или пояснений по озвученным мной вопросам он не предоставил. Более того, он даже никак не прокомментировал ситуацию с ложью относительно книги. Ох, Юра! Ну, поздравляю с тем, что твоя публика это максимально лояльные полудохлые хомяки, которых ты можешь унижать и врать им. Просто не хочу больше ничего никому доказывать, тем более мне это не нужно доказывать ничего. Я просто рассказываю, показываю, а там сами решайте. А ты ничего и не доказывал. Юра погугля, что значит доказывать. Ведь рассказывать и доказывать это немного разные вещи. Чем же занимался Юра? Вместо того, чтобы хоть как-то поработать на свою репутацию, Юра отражал атаки. Кого бы вы думали, никогда не догадаетесь. Покемонов. Также огромное спасибо. И также я хочу сказать огромное спасибо троллям, вот этим всем ребятам, то есть покемонам. Огромное спасибо, потому что без них жизни, конечно, бы не было. То есть я бы столько, может быть, и не набрал бы голосов. Я бы столько, может быть, и не набрал бы голосов. Но вообще артисты одевают очки. Обычно, часто одевают очки для того, чтобы не вступать в контакт со зрителем. Потому что вы не знаете, какой человек сидит и какая у него энергия. И когда глаза к глазам передаются, то есть энергия передается, говорят так, я не знаю, наверное. Я лично в это верю. И все может быть. Поэтому, так я вот сейчас тоже одену очки, наверное, черные. Сегодня первый раз за все время для того, чтобы... Меня аж атакуют сейчас покемоны. Поэтому надо очки одеть до защиты как-то. Вот так. Вот так, друзья. Юра напялил очки, чтобы защититься от покемонов, то есть нас с вами. От покемонов Карл. Во-первых, Юра, раз ты решил называть людей, задающих тебе вопросы по существу некими прозвищами, да давай и тебе придумаем. Кстати, покемон это фантастическое сверхъестественное существо. Так что берегись. Но, а раз ты любишь масло, то дадим тебе прозвище какое-нибудь масляное по названию того, чем заполнена твоя черепная коробка. Будешь Юра Маргарин. И теперь, уже официально я помещаю тебя в пантеон балаболов русскоязычного гитарного ютуба. Где у нас уже прочно обосновались калурий. Жаба, Димон. И вот теперь ты, Маргарин. Проходи, выбирай пики или... Ну вы поняли. Все, Юра, давай не кашли. Маргарин, привет от Пикачу. А между тем, Димон то расширяет список мразей. Ну видно, что чувак, это живущий в США, все еще там, он все говорит, а у нас, у нас, у нас, то есть как в России, он еще живет. Живет в Америке, но он в русскоязычной какой-то, он, скорее всего, общине, то есть это как идеи всех, кто не сильно удачный. Короче, в Америке он живет. И вот он, вот это понакупил вот этих вот дешевых 70-х палок. И их пытается, и нам, меня считал, как-то хотел заговнить, может думал какую-то реакцию с меня, чтобы стартануть. Он же, это в первом самом видосе он начал. Ну, я, конечно же, такие вещи, внимание. Как я узнал о нем? Валера Гарина прислали, говорит, смотри, какое-то чмо сейчас вырвалось там, пытается на тебе хапиться. Мне прислал видос типа такого. И я вот пошел посмотреть, как он там говница, типа, я говорю, ну все, ничего. Чувак в список мразей, и оттуда выхода уже у него нет. Тем более, сейчас же он с другой мразью там, блядь, вась-вась, поэтому, что, нет. Это, это, это лагерь мразей для меня. Это я ж туда не это самое не пойду. Теперь гитарист Форева попадает туда. Ю-ху, поздравляю, будешь прямо рядом со мной. И олейник тут неподалеку. Кстати, друзья, а хотите ли как-нибудь послушать историю об успешном Димоне? И как этот успешный эксперт не мог получить документы для выезда в Америку по той причине, что просто не мог сделать нормальное фото, потому что ходил постоянно с фингалом. А хуля, он же был на родине простым алкашом. Пишите, интересует ли вас данный материал, и я постараюсь сделать. А на сегодня все. Продавливайте накладку и кнопку подписаться. До скорых встреч.